Британскому правительству придется поднять налоги и сократить расходы, чтобы справиться с последствиями Брексита для государственного бюджета. Глава казначейства Джордж Осборн рассказал об этом в радиоинтервью. Впрочем, и во время агитационной кампании перед референдумом британский министр финансов предупреждал, что выход из ЕС сделает его сограждан беднее. Мое послание сегодня заявило на конференции «Организованный Тайм. Это реализм и восстановление уверенности». «Реализм по поводу экономических проблем, стоящих сейчас перед страной, и уверенность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы ответить на эти вызовы, потому что в ближайшие несколько лет нам предстоит восстановить экономическую мощь страны». Мировые финансовые рынки тем временем начали приходить в себя после шока. Они ждут итогов саммита ЕС в Брюсселе, в нем принимает участие и британский премьер. Впервые за три дня сессия на европейских торгах закончилась с повышением котировок на 2,5-3%. Инвесторы пытаются отыграть потери. Только в черную пятницу, 24 июня, мировые торговые площадки потеряли свыше 2 триллионов долларов. Курс британского фунта укрепился. Он торгуется выше отметки в доллар 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова